Привет, дорогие мои! Весна пришла, и жизнь забурлила у Светы Гончаровой. Вы видите, что буквально каждый день я какие-то прям хорошие новости вам рассказываю. Сегодня на Флаймарме стартовал марафон «Вставай рано!» Мы учимся вставать рано, и у меня есть еще одна замечательная новость прямо сегодня для вас. Через неделю, 16 апреля, стартует замечательный, чудесный, уникальный, первый в Рунете проект, который называется «Школа хорошей козяйки». Я, кстати, в нем участвую. Проект этот придумала Даша Черненко, моя подруга и автор замечательного проекта «Меню недели». Она собрала всех самых лучших тренеров в Рунете, которые могут научить вас, дорогие женщины, как быть хорошими хозяйками. Мы будем рассказывать про все самые главные сферы жизни женщины, которые вам нужно подтянуть, в которых вам нужно приобрести полезные привычки, в которых вам нужно чему-то научиться, для того, чтобы у вас был порядок в голове и в доме, для того, чтобы вещи в вашем доме были организованы, для того, чтобы не было хлама, для того, чтобы вы могли планировать меню и кормить вашу семью здоровой едой, для того, чтобы вы могли выглядеть хорошо, для того, чтобы даже дома вы могли красиво одеться, для того, чтобы вы могли успевать, самое главное, успевать любить, успевать длить время вашим близким, для того, чтобы вы умели заботиться о себе. В общем, все самое главное, все, что нужно современной хозяйке, есть в этом курсе. И, кстати, я открываю этот курс. Открывает нашу школу курс по тайм-менеджменту для женщин по планированию. Я буду учить вас планировать, буду учить вас в гениальной ежедневной рутине, которая поможет вам успевать много, хорошо себя чувствовать, воплощать свое призвание в жизнь, заботиться о вашей семье, все сразу. Но будем действовать мы по маленьким шажочкам. И посмотрите, пожалуйста, для начала, что в общем будет представлять мой курс для вас. Вот как в общем будет выглядеть наше с вами обучение. Сначала мы разберемся с нашими целями на наш курс. Мы всегда это делаем, это очень важно. Оценим главные сферы нашей жизни, чтобы понять, в чем наша мотивация, самое главное, которая поможет нам в планировании. Посмотрим, какие вещи нас наполняют, опустошают для того, чтобы, опять же, понять, что делать каждый день, ради чего планировать. Дальше поговорим с вами о том, как планировать месяц по главным сферам, как оценивать, анализировать, ставить цели на следующий месяц. Дальше у нас будет неделя и немножко рутины любви. Я вам дам, чтобы они у вас были. Потом мы перейдем к дню. Поговорим про утренний, про вечерний ритуал, про наши ежики, наши ежедневные дела, наши дела и дела наших деток. А также мы с вами составим списки для помощников, чтобы наших рутин стало поменьше. Потом детально поговорим о планировании дня по трём сферам, себе, семье, людям. Научимся это делать. И в конце мы придем к этому листочку, который станет вашей основой каждого дня. Здесь у нас и утренний ритуал, и вечерний, и план на день, и утреннее вдохновение, и оценка дня. В общем, много всего нас с вами ждет. Это очень сильно может улучшить вашу жизнь к лучшему. Поэтому, дорогие мои, если ваша жизнь тоже бурлит, и вы жаждете обновления, жаждете нового в вашей жизни, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней. И помните, что вы уже очень многого достигли, вы уже очень много дали вашим близким. Вы чудесные, вы достойны похвалы. Но в то же время и в вашей жизни, и в моей жизни есть сферы, которые нужно развивать. Есть вещи, которым нужно научиться. У нас есть привычки, которые нам нужно приобрести хорошие. Поэтому, если вы хотите развиваться, если вы хотите стать другой, если вы хотите за ближайший год преобразить вашу жизнь к лучшему, если вы хотите больше давать вашей семье, быть довольной собой, и тем, как организован ваш дом, как проходит ваш день, приходите на школу хорошей хозяйки. Узнайте больше про наш курс, и я буду очень рада с вами встретиться. Есть женщины, которые называются организованное с рождения. Они с молоком в матери впитали, вот как вести дом, как готовить, как при этом хорошо выглядеть. Я не такая. Я знаю, что есть другие женщины, но вот я вот не такая. Я не научилась. И до того, как у меня не родился второй ребенок, я думала, что я умею вести дом, но потом оказалось, что нет, я не умею, что мне очень все тяжело, я плохо все успеваю, я при этом плохо себя чувствую, при этом у меня портятся отношения с мужем, при этом никогда нет готовой еды, не убрано, грязно. То есть много-много проблем было. Но я потихоньку училась. И на самом деле сейчас еще есть вещи, которые мне нужно учиться каждый день. И я учусь. Но есть вещи, которые я уже умею, я буду об этом рассказывать тоже на школе хорошей хозяйки. Если увидишь, что в вашей жизни есть зона, в которой вам нужно развитие как хозяйки, приходите, поучитесь, вдохновитесь с огромной командой участниц, поддержкой замечательных тренеров и коучей. Вы сможете стать хорошей хозяйкой. Не идеальной, не надо. Я против идеала и против совершенства. Я за то, чтобы в моей жизни и вашей каждый день был прогресс. Прогресс, а не совершенство. Для того, чтобы прогресс был, надо каждый день учиться новым вещам. Надо выполнять практические задания. Надо встраивать в жизнь то хорошее, что вы узнали. Я думаю, что каждый из вас знает, что вам нужно заменить в жизни к лучшему, но вы этого часто не делаете. Для того, чтобы это начало происходить, надо прийти туда, где вас будут ободрять, поддерживать, давать вам правильную информацию, будут помогать вам в каждом шаге. И все это будет в школе хорошей хозяйки. Девочки, я вижу, что этот курс может очень много изменить в жизни многих женщин и в вашей жизни тоже. Именно поэтому я трачу свое время, силы на то, чтобы преподавать в этой школе, потому что я верю в то, что этот курс может сделать для многих тысяч женщин и для вас тоже. Я жду с вами встречи на школе хорошей хозяйки. До встречи следующих видео моих на ютубе. Если вы неорганизованы с рождения, напишите мне маленький комментарий, чтобы я знала, что я не одна, что есть еще женщины, которым тоже нужно учиться, которые видят, что им нужно совершенствоваться во многих вещах. Я буду рада слышать ваш комментарий. Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими близкими, с вашими друзьями в социальных сетях, для того, чтобы другие женщины, которые хотят стать хорошими хозяйками, которые хотят найти прогресс в этой сфере своей жизни, тоже смогли участвовать в этом проекте. Я буду вам очень благодарна и за ваш лайк, и за то, что вы поделитесь, и за ваш комментарий. Ну и до встречи в школе хорошей хозяйки, на марафоне «Вставай рано» и здесь на ютубе. С вами была Света Гончарова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!